Суток хотелось бы рассказать о наших достижениях, которые произошли за полгода нашего общения с Давидом. Во-первых, ребенок, конечно, кардинально изменился. Она стала лучше повторять, чаще гораздо повторять, если раньше мы не могли добиться вообще никакого повторения слов. То сейчас она практически проговаривает многое из своих действий, пускай, как говорится, не слишком четко, но, по крайней мере, можно разобрать какие-то слова. Потом, значит, ребенок начал говорить словосочетания некоторые. Там, допустим, я Аля, еще, ну, некоторые пока еще только, как говорится, у нас в процессе-то все. Очень много, конечно, значит, то, что мы практически избавились от памперсов ночных. Это, конечно, очень большое достижение. Практически, ну, как бы, до этого три месяца вообще мы ни разу не использовали памперс. Но потом был небольшой срыв, но потом я заострила внимание Давида на это, и, ну, как бы, опять у нас прошло. Я не знаю, что это было, как бы, небольшой срыв, но это, как и у любых нормальных детей бывает. Вот, потом она с удовольствием сейчас уже делает зарядку. Если раньше там она буквально, ну, несколько раз делала и все психовала, вот. Вот. Сейчас она уже нормально делает довольно полноценную зарядку. Вот. Она прослушивает хорошо файлы сейчас. Раньше тоже она, вот, в начале самого лечения, вот, она не хотела вообще, она пыталась там закрыть ноутбук, как, всяческими способами просто это прекратить. Сейчас она абсолютно спокойно там занимается своими делами, слушает эти файлы. Рекомендованные Давидом, там, которые, там, по улучшению мозгового кровообращения всякое, там, на улучшение речи также, вот. Также она проговаривает свои действия, как бы, в туалете. Допустим, ну, раньше этого тоже не было. Начала хорошо играть с песком. Когда я только купила его, он практически очень долго стоял у нас, без дела. Я пыталась с ней играть, как бы, показывал, ну, как-то он не сильно заинтересовал ее. Сейчас, вот, в процессе лечения она очень часто занимается с песком. Потом, очень много стало помогать. Вот. Помогает во всем, как бы, и в бытовом уровне, в особенности, причем ей не нужно о чем-то говорить, что-то сделать. Она видит, да, если пролилась вода, она тут же хватает тряпку, вытирает все. Даже сейчас у нас небольшой нож, мы завели курочек, она пытается и там помогать. Она приносит водичку, она подсыпает корм, она старается, как бы, помочь во всем. Потом еще у нас есть малыш, внук, она очень хорошо с ним играет. Она пытается, ну, как бы, копировать маму, пытается заменить ему маму во всем. Вот. Ну, много чего, как бы, очень много чего появилось за эти полгода, я несказанно рада. Еще она, кстати, стала аккуратнее, вот, разрисовывать разукрашки, мы часто с ней разукрашиваем. Потом она пытается, ну, как бы, я говорю, там, пиши буковки, все. Она, ну, насколько это возможно, пытается писать, но она стала гораздо аккуратнее это делать. Если раньше были просто, там, каляки-маляки большие, то сейчас она пытается почерк, как бы, копировать человеческий. Мне тоже очень много помогает, Давид. Достаточно что-то вот заострить внимание на какой-то проблеме, как бы, практически сразу он помогает. Ловишь себя на мысли, что в течение, там, допустим, получаса боль уходит где-то. И, ну, в общем, очень много чего, конечно, даже то, что не вспомнишь. Хотелось бы сказать благодарность очень большую Давиду за то, что этот человек, который помогает таким детям, как наши, причем помогает абсолютно в нашем случае, как бы, и во многих случаях бесплатно. Это очень большая редкость в наше сложное время. Большое спасибо. До свидания.